Правота Украины в международном сообществе при правлении Порошенко Значит так, будь ты 100% прав по всем канонам международного права, по всем канонам библейного права и по другим общепринятым меркам моральным и тому подобное Будь ты прав хоть 100% если твоя правота попадает под манипуляцию и ты в этой манипуляции не можешь отстоять честной риволизации, в честной борьбе, в честном споре, в дискуссии, в драке политической свою правоту, потому что неравные условия, например потому что ты борешься априори на российских СМИ, в путиновских пропагандистских программах которые платят тебе же еще за эту борьбу, чтобы ты там просто участвовал Как можно представить, чтобы оккупант, который нападает, платит тебе еще и деньги за то, чтобы ты своим умишком отстаивал свои интересы, на которого на тебя напал этот оккупант давая тебе бабло, чтобы ты отстаивал в мировом сообществе и перед теми самыми россиянами свою, будь какую позицию, политическую, международную и тому подобное очень большая у России существует пстрык на теме ее легитимации потому что, ну, Русь Киевская, все знают, что это было Новгород, Ростов, это все было пределы Рюриковичей, Святой Руси Киевской Получилось, что Киев отделился, потому что ему задолбало, этому Киеву что на него постоянно вот эти братья, нетверезы, долбанутые, все время нападают Он остался Рюриковичем, но он остался как бы в рангах вот этой системы Рюриковской все свои, все друг на друга нападают и никому до этого нет дела наконец-то Украина от этого как бы отошла, ну, понимая и помня в том, что нужно и вот этих братьев нетверезах вытягивать из этого багна Ордынского ну, понятно, еще бывают случаи, когда на твою правоту стопроцентно уложили большой всякого такого тогда, когда ты вообще слаб, никакой там ты прав, но ты проиграл сори, мэн гераут в уголочек и там посопи покуда не станешь сильным ну, мы как видим, что почему вообще идут дискуссии почему приглашают украинцев, да, просто потому что они вот какой-то силой сейчас обладают, а так бы вообще их не слушали приперли в дулом, все на колени, батрак батрач, говори то, что тебе надо и заткнись сопи и тому подобное то есть у многих блогеров, политологов это очень хорошо получается ездить на вражеские каналы и там своим неумением потому что ну, они не могут там что-то уметь или не уметь доказать, не доказать их заплюют, заболтают захлопают, засмеют и покажут всей России которая смотрит уральские пельмени у которой юмор вообще наглухо отбило показывают, что украинцы просто глупые то есть, если б украинцы не ездили на эти эфиры российские не присутствовали там то и сам смысл темы про Украину был бы взмяжен был бы подмочен эта репутация этой темы априори была бы ну ни о чем это когда тебе или цыгане или на лоха на блокбазе втюхивает какую-то чушь и ты смотришь на это с шоком что неужели ну, значит ты такой лох что к тебе подходит и такую чушь втюхивает тебе даже обидно по таким канонам хотя другому лоху они впаривают это вполне и наживаются поскольку уже украинцы давно не лохи и многие россияне давно не лохи то втюхать им когда нет ривализации когда нет борьбы когда нет дискуссия спора и такого спора чтобы он был такой ну, все-таки напряженный жестокий с аргументами а нет у украинцев нету спора значит нету темы такой ну, и самый простой простейший пример как втюхиваемое в мозгу в психологии психики человека не воспринимается человеком потому что Бог наделил человека волей свободной это один из prime instinct у человека поэтому и когда в самом-самом далеком детстве многие и тоже я в том числе очень так переживали что меня как и общую коллективную биомассу как сейчас мы видим не примут в пионеры что меня значит от когорты тех кто носит галстук пионерский меня отстранят и я буду там каким-то ренегатом белой вороной и так продолжалось маленькое некоторое время там конечно приняли рад был сначала потом через маленькое некоторое время я узнал от знакомого чувака пацана дед которого был в гулагах что оказывается были гулаги концентрационные советские лагеря которых насильно держали людей миллионами туда сгоняли и делали с ними страшные вещи репрессии были и я после этого к этому галстуку начал относиться как к тряпке к чему-то такому которое было втюхано навязано и через обман тебе втиснуто и он стал противен естественно как и вся эта диалогия потому что я думал что это что-то такое зачем идут за тем что любят от доброй воли за это жизнь отдают как в книжках патриотических фильмах всяких оно оказывается гулаги концлагеря репрессии и я тогда вхавал понял что это за фигня вот так и точно с вот этими каналами путиновскими когда тебе втюхивают это то даже прожженный втюхиванием российский мозг это даже чушь эту не воспринимает то есть это даже важные для втюхивания для манипуляции вещи у зрителя российского переносятся в категорию чуши втюхивания а за что на что выдаются миллиардные бюджеты газа и тому подобное с недр россиян славян христиан на что на братов бывчих на войну и на убийство мирных детей в Сирии скидывание бомб бомбардировки и тому подобное на безлад на бардак в Европе на манипуляции на спецслужбы вот на это все на подкух на миллионные ну то есть на воров законе которые содержат вот этих миллионную массу российскую чтобы она не бунтовала чтобы если что там пух-пух и все молчи сиди и я вот так вот посмотрел что практически этот Норкин Шморкин сделал работу вместо Порошенко он погнал и начал бросаться драться на Дмитрия Суворова хороший человек политолог в отличие от некоторых других он за Саакашвили он за правое дело молодец он переборщил этот Суворов а с другой стороны себе же даже на плюс потому что ну кроме там одного еще какого-нибудь там и поляка Якуба там уже никто не ездил на этот эфир я смотрю так серенько пресненько а бабло то вытрачается на эти эфиры ого-го какое российских граждан а оно все такое что ну оно не влияет вот результат Норкин вместо Порошенко сделал положительную работу против самого же Путина а что делает Порошенко он запретил все вольные СМИ нормальную дискуссию революзацию на этих каналах разговор о коррупциях и тому подобное запретил и все нормальные и политологи и мыслящие люди уехали с этих эфиров кто куда разбрелся а самое главное что разбрелись по медийным пропагандистским каналам оккупанта путиновской России вот где гоньба вот где подлость рашеновская молдавская иудская скрыта то миллионы жителей совка и украинцы белорусы и тому подобное слушали с задвением с сева-сева новгородцев и тому подобное вильная европа и тому подобное а когда границы упали совок упал запрет упал то оно честно говоря уже отпало интерес отпал слушать протест революзацию слушать сенсацию на революзации борьба двух систем биполярного мира борьба значит железный занавес борьба против оси зла и теперь благодаря Порошенко украинцы на фронте отдают свою кровь и жизнь самое дорогое что есть на свете семьи также гибнут дома кварталы целые путиновскими рекламе оккупантами разбомблены а здесь ось зла получается брехло банковой против коррупции которой надо бороться а оно не борется потому что все ходят и привыкли как при совке нет борьбы нет интереса нет интереса ну нафиг оно там надо давайте займемся свою херню а интереса нет потому что нету СМИ вольных в Украине ну замкнутый круг и все тогда получается едут куда угодно нафиг а вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok